Вопросы, друзья, если есть, опять же, привлекайте внимание, я к вам подойду с удовольствием. То есть любовь к больницкому человеку, к самовозлюбленному, к себе, к этому миру, без любви не будет, ты не будешь счастлив, ты не будешь чувствовать гармонию. То есть нет смысла в существовании на этой земле без любви, лично для меня. Тогда еще один вопрос. Попробую. А вы верите в свою половинку, в этой жизни? Конечно, верю. Конечно, я верю в себя, в свою половинку, во всех людей, которые со мной. Мы все друг друга поддерживаем и друг друга вдохновляем, и те веры на какие-то успехи. Спасибо. Спасибо за вопрос. Возвращаясь к книге, понятно, что можно купить эту книгу, можно купить еще. Сколько она стоит, кстати, книга? Вы так на меня наехали, стою возле прилавка. Тысяча тридцать. Судя, сладкий. А сегодня акции не будут распрезентаться, первый день? А вы сколько бы хотели, чтобы она стоила? Не знаю. Я вам добавлю просто, честно сказать. Я вам подарю эту книгу. Я вам подарю лично себе эту книгу. Так что, надо, чтобы вы просли. Да, вот взять эту книгу, еще кучу замечательных книг, которые тоже издаются. Но все это прийти к той золотой середине, к тому пику, на котором удобно, хорошо и комфортно, все равно невозможно. Вот без чего невозможно? Я не знаю. Без упорства, без желания, без цели. Необходимые качества, которые нужно иметь в правилах книги и которые, собственно, вероятно, есть у вас. Да, но их нужно в себе воспитывать, на самом деле. Не все дается так с рождения. Основная задача, конечно, мы житься на родителей во время процесса воспитания. А потом уже ты нарабатываешь все эти навыки в течение жизненного процесса. Конечно, это упорство. То есть, если у тебя один раз, или два, или даже три раза не получилось, не надо останавливаться и сказать, «Да, Господи, все, значит, не мое, значит, у меня это не получится». И в коем случае, это самая главная ошибка на пути к цели. И вообще, в принципе, цель, которая должна быть изначально, и вы должны постоянно прокручивать эту цель в своей голове. Вы ее задали себе, и вы никогда не должны ее забывать. Это просто как раз принесли то, что мы сегодня как бы рекламировали. Ну, это у меня есть? Нет, для друзей, вы друзья. Да, да. Все это можно приобрести в магазине «Книждом Москва». Такой хоп спойлер высказали все это сам. В общем, помимо этой книги можете приобрести еще и эти. К названию возвращаемся. Сегодня я проснулась другой. Конечно, проснулась другой, а не сразу. Как так? Так и чудес не бывает. Не могла сегодня, наверное, проснуться полностью другой. Это был определенный путь. Достаточно трудный, потому что работать со мной – это всегда трудный процесс. Я просто вспоминаю себя полтора года назад, два с половиной года назад. Помнишь, да? Вообще другая история. И касаемо внешней, и касаемо внутренней составляющей. И вы не понимаете, какой это кайф, когда ты чувствуешь, что и люди замечают, что ты меняешься. В большую сторону начинают тобой гордиться. На самом деле, просто жизнь такая короткая штука. И я после себя поняла, что я не могу себе позволить даже хотя бы один день провести без пользы, без какого-то шага к саморазвитию. Нужно постоянно, постоянно быть в движении, постоянно развиваться, постоянно что-то придумывать, что-то учить, узнавать. Постоянно ходить в спортзал и ни в коем случае не тратить свое время на поглощение всякой радости, которая загрязняет не только ваш кишечник, ваши мысли, но и портит ваше тело. Раз уж в спортзал. Павел, а какой Анастасия человек вне глянца, вне инстаграма, вне книги? Вы сразу подружились, вы сразу поняли, что вот я человек из ее команды. Просто я подхожу, чтобы сразу и бицепсы сфотографировать, и все прочее. Ну, я могу сказать, что Настя совершенно другой человек. Не такой, каким можно было бы представить. Многие очень думают, что, обретая популярность, власть, деньги, человек становится самоглубленным, человек становится нарциссом. Но про Настю я этого сказать не могу, потому что, да, здесь официальное мероприятие, здесь нужно как-то себя ставить перед другими, но в живую приличном общении. Это человек добрый, открытый, со своими плюсами и минусами, как у всех нас. И нам всегда очень комфортно вместе, мы очень много смеемся. Каждая наша тренировка – это плюс-плюс к настроению. И я могу сказать, что я очень рад, что мы познакомились. И если бы мы не сошлись с характерами изначально, наверное, наша профессиональная деятельность так же не сложилась бы. Поэтому только хорошее могу сказать. Настя для меня не только клиент и подопечная, но еще и хорошая друг. Спасибо. От души. Спасибо, Панечка. А что у вас бутылочки? Бутылочки? Бутылочки, бутылочки. А, а ты вообще без нее не на него ходишь. Я тоже скоро начну так много пить. Пока что 2 литра взял, конечно, много. 2,5 максов. А ради чего все это? Вот для чего все это? Четыре раза в зале, 2 литра воды, книга, инстаграм. Есть какая-то вот та самая голубая зая, я не считаю? Ну, это всего лишь составляющие, ну, не всего лишь, это все составляющие счастливой, здоровой жизни. Почему нет? На самом деле, не всем людям дается легко красивый внешний облик. То есть, есть девочки, которые делись идеальными обменами, честными ногами, идеальными... Нет, правда. Я толстею при одном взгляде, между прочим. Ну, нет, ну, не настолько, но все же. То есть, все не так просто, как кажется. То есть, ну, не потому что в ближайшей форме. А, например, сегодня я скушала тортик, завтра я поеду, пойду в зал и сделаю кардио на голодный желудок, выпью эйкарнитин, закинусь в БЦА и отработаю эти 550 калорий. Вот. Поэтому нужно работать. Нужно работать. Кому-то больше работать, кому-то меньше, но постоянно работать. Говорят, что куда уж лучше, куда уж лучше. Не бывает предела совершенства. Это говорит мою фразу. Это самое детство. Что вы думаете про алкоголь? Настолько мыслей тебе сейчас, да? На самом деле, алкоголь... Я вообще спокойно к алкоголю. Но, когда какие-то мероприятия, какие-то праздники, соответственно, могу себе позвать раньше, вообще ни-ни. Вот был период, когда я не позвоняла себе даже в латкад, потому что я все-таки знаю, какое право для меня, но если ты на диете, ни в коем случае не забывай, даже вино вообще, ни в коем случае. Особенно людям, которые ходят... Да. Особенно людям, которые ходят в спортзал. То есть, если ты сходил в спортзал и в этот же вечер выпил бокал вина или там стакан коньяка. Да. Да, стакан коньяка. А вы видели мои сториз, что ли? Это был GQ. Время года, когда голова болела очень сильно, было давление. Прикол. В общем, вся работа, которая была проведена в спортзале, она будет на смартфоне, потому что все-таки алкоголь разрушает мышцы и, соответственно, он калорийный. Потому что, как правило, в одном стакане виски сколько калорий? Сто семьдесят? Сухое вино нет калорий. Есть калории? Там виноград. Там есть калорий. Ноль. Если посмотреть, углеводы. Так это углеводы, а калорий. Это разные вещи. Сейчас мы его погоняем без пола. Я просто знаю, что если собираетесь пить, то лучше сухое вино. Это самый безвредный вариант среди других видов. Один бокал. Шампанское ни в коем случае это самый плохой напиток, в принципе, для женского организма, для кожи. Ни в коем случае шампанское. Сейчас девочка, как же просеекла. Просеекла? Я вообще не говорю. Как же бревут. Глазики вот эти все. В общем, Паня делает, говорит. Сколько у вас в семье детей? Двое. А, нет, уже у папы еще третий ребенок родился. Недавно. У вас не полная семья, как бы? Ну, как бы, да. В основном меня воспитывал отец. Мы с моей младшей сестренкой жили втроем. Вот. Ну, с мамой иногда поддерживаем связь. Мормально. Все дружат. Все счастливы. Вам в основном отец помогает? Помогает в каком бане. Ну, как его, в каком. Даже в денежном, в моральном, в профессиональном. Я в моральном, да? Ну, в денежном. Нет, я сама. Уже можно самой помогать. Я сама помогаю. Я помогаю. Ну, вы все-таки вот нежность и все. Конечно, заслуга ведь мамы. А почему вы так редко с мамой погибли? А значит, папа не вредила? Да, я сейчас с точки зрения отца. Нет. Звучок. Нет, ну, как бы мама больше. Это все-таки больше заслуга. Я знаю, что это больше заслуга. Все по-разному. Да, но... Да, это как бы такое... Каждая семья счастлива, несчастлива. Потому что здесь все очень разное. Опять мы куда-то в личное уходим. Ну, в личное, мы везем, конечно. Оттуда идет... Сейчас я вам задам вопрос личный, Раиса. Попробую, посмотрим, ответить ли вы на него или нет. Писание книги. Как бы она вот такая была красивая и спортивная и достигла таких успехов, если бы не родителей. Конечно, это откуда... Я, конечно, благодарна каждому из своих родителей. Но... Ну, как бы внешний вид, это не полностью, но слуга «ид». Это... Вот достигается... Красивый внешний вид достигается путем работы и в соответствии с твоим образом жизни, который ты ведешь. Если он неправильный, ты не будешь выглядеть красивым. То есть это такая, воякая история. В общем, железный характер все-таки заложил папа, как человек военный, как... Папа военный, конечно, конечно. Это все воспитывалось путем жестких санкций. А вот почему так? Ведь логично, казалось бы, вот, меня держали в ежовых рукавицах, папа струги. Потом, казалось бы, все, вырвался оттуда, ага. А вот нет. Так и так было. Было, но это был не стой долгий период. Я быстро ополнилась. До сна. Однажды я проснулась с другой. Конечно, у меня был период, когда я... Я была не самым правильным человеком, который ведет не самый правильный обод жизни. Мы сейчас не говорим про какие-то там запрещенные дела и так далее, но вообще в целом. И на самом деле, если бы я продолжила подобный обод жизни, то есть, если бы я продолжила подобный обод жизни, если бы я не пересмотрела свои взгляды, то я думаю, что ничем хорошим это не закончилось. Поэтому я и говорю, что я очень сильно взвинулась в один момент. Это бы закончилось на встрече выпускников в школе. Да. Сейчас бы вы знали, когда они проходят. Вы еще не успокоились, да? Хорошо, попробуем. Что у вас не все-таки? Красота целого или красота души? А одно без другого смысла особо не имеет. Ну вот лично для меня. Ну, то есть, если человек красит, соответственно, в грязной душе, он долго не будет привлекательным ни для кого. И рано или поздно это все будет вычислено и будет отталкиваться какими-то семьями. Это правда. Соответственно, если человек, ну вот давайте сейчас 2-3, уродлив, но у него красивая душа, это, конечно, в любом случае лучше, ну, наверное, вот лично для меня, потому что все-таки потом мы получим заслугу все, то есть зависимости от того, как вовом состоянии наша душа. Соответственно, на него будет просто меньше внимания, на него будет сложнее пробиться в этом мире, на него будет, ну, не будет сколько подвергий, сколько красивого человека. Но есть много примеров, когда человек, на самом деле, ну, те же самые паралимпийцы, которые, в принципе, ну, мы не будем сейчас озвучивать, какие-то, какие-то, какие-то ноги, они достигают таких высот. Это, конечно, вот это заслуживает уважения. Вот это идеально для того, как, что может делать человек, не обладая внешними данными, особенно для отсутствия наших привычных частей тела и так далее. Это потрясающе. Спасибо. Давайте девушкам, а потом к вам дадим. Хорошо? Легко ли вам даются решения, и свойственно ли вам спонтанность, может быть какая-то бросить все, там, уехать куда-то? Самый авантюрный поступок? Я, на самом деле, та еще авантюристка. Мне самый авантюрный поступок мы сейчас не будем обсуждать, все-таки, опять же, лично. Но я, да, я авантюрист по жизни, и я очень эмоциональный человек. Не могу сказать, что вспыльчивость, и что-то немножко другое, то есть это уже образлось. Но, на самом деле, раньше было, этих снадок на поступок было больше. Но в последнее время я чувствую, что у меня ее ответственность больше, там, за что-то, перед людьми, перед, как, всякими диками, там, например, проекты, моими партнерами, кто с вами работает и так далее. То есть я, ну, я уже не могу делать то, что я делала раньше. Я не могу, например, так пропускать какую-то встречу или поздно просыпаться, когда меня люди ждут. А сейчас, конечно, ситуация поменялась, но все равно в душе я остаюсь ребенком, который абсолютно так же с легкостью относится ко мне. То есть главное, чтобы этот ребенок во мне не умер, потому что я думаю, что это основная черта, которая привлекает меня в друзей в моей форме. Здесь тоже, мне кажется, грань такая. Быть ребенку хорошо, впадать с детства, это уже... Нет, это, да, грань, грань, грань. Не берите. У вас остался еще? Какая настырная. Мне интересно, верить в чудеса искажены. Доходящего. Где идти? На самом деле, ну, конечно, верю. Ну, в первую очередь, я верю в себя, в какие-то жизненные законы, но иногда я люблю помечтать, пофантазировать, представлять. То, во что ты веришь, становится твоим миром. Что я себе предула, то и будет. Вот так. Можете вопрос? Да, конечно. Ну, вот у меня вопрос уже ближе к теме. Вики, Анастасия, очень интересно, я слышала про ваш опыт сыроедения. Да. И очень интересно, почему вы сошлись в этом пути? Дело было здоровье, или вам просто захотелось иметь корпус? Паня сейчас вот таким прищуром на меня живет. Паня, это вот тренер. На самом деле, в первые дни на сыроедении мне как бы легко это все давалось, но я себя первые дни чувствовала очень легко, очень круто. Я думала, блин, как я раньше до этого не додумывалась. Это же прекрасный образ жизни, я чувствую себя легко, у меня куча энергии, я легко засыпаю, я легко просыпаюсь. Но потом это мои ресурсы, моего организма начали истощаться за нехваткой определенных, может быть, я что-то неправильно делала, конечно, но либо это мне не хватало. Несколько месяцев, я не могу точно сказать, сколько. Но и, во-первых, я тогда не занималась спортом. То есть, когда это было просто невозможно, смысла не было, потому что не было животного белка, а только за счет него у меня бы получилось построить мышцы. Вот, соответственно, я пришла к Паше, и говорю, Паша, делай что-нибудь себе. Я хочу ноги, я хочу округлости. То есть, маме не нравилось, Маша? Нет, она мне нравилась, но хотела поменяться. Я себе в нему виден радость. То есть, я себе, я просто люблю меняться. Это у меня метамархозы тела не очень активные. То есть, я могу поменяться, грубо говоря, за месяц. Если только вобьюсь, я в голову все. Я через месяц хочу протоколиться. А сыроедение, на самом деле, я рекомендую данную диету, это диетный образ жизни для меня, а как способ очищения. То есть, это как детокс-программа, очень хорошо сработается. Не на пару дней? Не, не на пару дней. Можно, я думаю, как две недели, месяц максимум. Просто есть еще такая теория, я в нее очень верю, для меня это очень важно, что сыроеды и, в принципе, гибрянцы, не знаю, как по-насчету гибрянцы, но сыроеды, я слышала, что были исследования, у них есть проблемы с нашим ребенком, то есть, у них с рождением появляются проблемы, кто-то вообще выражает. То есть, у меня такая ситуация не совсем справится. Сразу отсекаем вопросы. Это личное, если что. Анастасия, здравствуйте. Вы сказали, что мы едим всякую гадость, а вот гадость приносит нам всякую радость. А как взять от себя руки и перестать все это есть? Абрукома, чипсы, как от себя приобрести? Неужели, знаете, на самом деле, главное, чтобы у вас помимо этой, так называемой, радости, а на самом деле это не радость, это, ну, определенного рода наркотик, просто слабодействующий. И китайцы тоже наркотик, потому что, вот как, вы знаете, что вам это нельзя, вам будет от этого нехорошо, вы все равно тянетесь, потому что вообще легче всего полностью, во-первых, я не закончила первую мысль, надо, чтобы в вашей жизни, помимо этих псевдорадостей, были другие, которые вас будут отвлекать, у вас не будет просто надобности в поглощении этой неправильной пищи. Займите себя чем-то вместо этого, или там те же самые снэки, которые вы хотите есть, и оттянетесь, оттянется к покупке чипсов, но можно это заменить. У меня, например, в машине всегда лежит так, что с помидорами черри, или там нарезанные огурцы, это когда я там на диете, я хочу похудеть даже на диете, можно помидоры черри есть, так что много воды пить, она заполняет желудок, я понимаю, что невкусно, но нужно попробовать и подержаться так несколько дней, потом привыкнется. То есть, когда полностью вся эта гадость, которая есть в организмной аптеке, там токсины, шлаки, которые добавляются от ГМО, от трансжиров, от красителей и прочего-прочего, это все в вашем организме сейчас содержит. Пока это есть у вас, у вас есть надобность это еще как-то находит, правда. То есть, я даже по себе заметила. Я когда вернулась из Детокс-клиник, у меня было там полное очищение, во-первых, я не так и делаю, и там, у меня запас энергии, ресурс энергии просто вот так, взлетел. Мне не хотелось вообще даже, ну, даже что-то вот просто жареное, много лицей с маслом, даже я бы не хотелось. То есть, настолько уже вычищено все было, что организм полностью запел по-новому. Спасибо. Ну и вот вы так тесно, крепко обнимаете эту книгу, надеемся, она вам поможет. Нет, просто вот подумайте о том, что если вы не будете, если вы откажетесь, например, в торте, то вы завтра станете лучше. Я сегодня отказываюсь от кусочка, а завтра иду и сжираю целый торт. А Павел сейчас вам даст волшебный пендаль какой-то называемый. Да, послушайте его, пожалуйста. Очень часто ко мне просто обращаются люди вот с таким вот вопросом по поводу того, как себя заставить, как научиться правильно питаться, как отказаться от сладкого. На самом деле, ответ никак. Все просто очень. Вы либо хотите красивую фигуру, либо нет. В тот момент, когда вы ссылаетесь на какую-то вкусняшку, для вас вот эта вкусняшка весомее, нежели ваше красивое отражение в зеркале. Вот решите для себя, что вам больше надо. Получить удовольствие от вкуса еды или получить удовольствие от своей красивой фигуры. И пока для вас второе не будет более приоритетно, вы не сможете отказаться от вредной еды. Вот и все. Но полезное это тоже может быть вкусно. Вкусное. Да, надо уметь правильно, вкусно готовить. Да, да. Очень масса, огромная масса илитетов есть. Как хорошо Павел опровергает вот эти тезисы про качков. И большой, и умный, и может мотивировать. Надеюсь, что кто-то поможет. Солны. Такой вопрос. Как совещать вечную жизнь, какие-то вечеринки, мероприятия с правильным образом жизнью? Никак. Нет, но все равно здесь очень часто можно увидеть даже разносею. Где-то на вечеринках. Вечеринки, которые длятся до 10 часов вечера. Потому что, когда заканчивается эта вечеринка мероприятия, с которой меня позвали организатор, я еду в зал, еду домой. То есть, если есть какой-то клуб, то много нет. Нет, это очень редко. Я сейчас клуб только со своим одним человеком, если нужно там выступление какое-то или так далее. То есть, у меня нет какой-то радости в ночной жизни. Или просто нельзя. Я себя держу. Спасибо большое. Вот, как бы, подытоживая по поводу радости, я уверен, что все у человека может получаться, если он это делает с удовольствием, с любовью, с радостью. Пишет ли он книги, создает ли новые коллаборации, открывает ли новый бутик, входит ли в состав клиники, которая тоже помогает людям быть красиво, входит ли в спортзал. В общем, все это такие радости, которые, в конце концов, превращаются в сказку, как из того гадкого утенка, прекрасные люди. Поэтому, друзья, давайте верить в сказки, давайте радоваться жизни. Ну, а сейчас порадуемся за Анастасию. Порадуемся за Анастасию. Анастасия Решетов, Ваш облачение. Спасибо большое.